Ну, всем привет еще раз. Очень рад вас всех видеть. Спасибо, что пришли и дождались опоздавшего лектора. Сегодня мы поговорим про тему, которая волнует многих любителей астрономии, особенно тех, кто уже задумался над тем, чтобы купить себе телескопчик. Я тут так шучу. Мы будем говорить про самые крупные телескопы нашей цивилизации, как про существующие, про существовавшие и, конечно, про перспективные проекты. Меня зовут Сергей Назаров Сергей, Сергей Владисинович, как мне удобно. Я научный сотрудник Крымской обсерватории в основном и занимаюсь параллельно популяризацией науки. Сейчас я в Москве на учебе кванториума. В общем, может быть, слышали, есть такая новая фишка кванториума. Ну и, в общем, я там немножечко задействован. И вот нашел время для того, чтобы заодно и поговорить с вами про эту интересную тему. Собственно говоря, откуда родилось понятие гигантский телескоп? Почему нет, например, понятия гигантский микроскоп? Как все это дело связано? На самом деле я шучу. Гигантский микроскоп, конечно же, есть. Просто не в том смысле, в котором гигантский телескоп. Мы знаем, с вами прекрасно знаем, многие из вас и знают, что размер телескопа, а именно диаметр его зеркала, определяет большинство характеристик самого телескопа. Имеется в виду полезные характеристики, которые нам с вами помогают исследовать Вселенную. Это максимальное увеличение телескопа, полезное увеличение, рабочее увеличение, с которым мы сможем исследовать Вселенную. От этого увеличения у нас зависит разрешающая способность телескопа или детализация, детализация картинки, которую он выдает. И, соответственно, способность рассматривать мелкие детали у объектов, удаленных от нас на бесконечность. А поскольку у нас бесконечность здесь кавычка стоит, конечно. А поскольку у нас специфика астрономии такова, что все объекты находятся очень далеко от нас, нам, соответственно, просто необходимо, категорически необходимо рассматривать их с большим увеличением, чтобы хоть что-то там увидеть. Если мы, конечно, не говорим о, например, о спектрах, где все немножечко по-другому, информацию можем вытаскивать из самого света. А здесь мы говорим про рассматривание картинки. И, конечно же, это сбор большого количества света. Чем больше у вас диаметр телескопа, тем больше у вас площадь зеркала. Причем в квадратичной зависимости. Соответственно, увеличивать диаметр телескопа очень выгодно во всех отношениях. Потому что вы можете рассмотреть как мелкие детали, так и увидеть наиболее удаленные от нас объекты в пространстве. А наша Вселенная устроена таким образом, что у нее скорость света оказалась почему-то вдруг конечной. И, соответственно, удаляясь в пространстве, мы можем видеть с вами все более и более удаленные объекты во времени. И, соответственно, исследовать не только структуру нашей Вселенной на сегодняшний день, но и развитие, эволюцию нашей Вселенной во времени. А, соответственно, можно проникнуть куда-нибудь туда далеко и узнать, откуда все взялось, откуда все появилось и так далее, и так далее. То есть ответить на самые интересные вопросы. Вот поэтому астрономы гоняются за большими телескопами и стараются строить все больше и больше по размеру. И, наверное, вы слышали, что одна из самых таких интересных гонок в плане создания телескопов разворачивалась в середине 20-го столетия между американцами и, соответственно, Советским Союзом. Когда задача стояла получить не лучший инструмент по своим характеристикам, а наибольший телескоп. Если у нас больше инструмент, значит мы круче. В общем, примерно как 5000 лет назад рассуждали, вот примерно так оно и было. Но хорошо, что мерились не только ядерными дубинками, но и научными инструментами. Хоть какая-то отрада. Двигаемся, значит, от начала, от самого-самого начала, от самых истоков и двигаемся дальше. Значит, первые записи про то, что вообще может быть такая штука, как телескоп, относятся ко времени еще до Леонардо да Винчи. Это первые записи. Чертежи первые находятся в архивах Леонардо да Винчи. Хотя есть подозрение, что сам да Винчи ничего не делал. Он или придумал схему, или даже где-то ее аккуратненько под копирочкой снял. И, в общем, в архивчик все положил. Первые свидетельства о существовании телескопа именно как научного инструмента относятся, конечно же, к трудам Херриотта или Галилея, которые в 1609 году практически одновременно построили первые линзовые телескопы, с которых и началась история телескопостроения. Можно даже сказать, история современного телескопостроения. Конечно, эти линзовые телескопы, они не отличались совершенством по многим характеристикам своим. Прежде всего, не умели обрабатывать поверхность. Уже было такое общее понимание, что нужно создать примерно сферическую поверхность, и у нас какая-то картинка получится, если у нас будут две сферические поверхности. Но как обрабатывать правильно поверхности, из какого материала их делать и так далее, и так далее, этого, конечно, никто не знал. Поэтому телескопы обладали, несмотря на то, что увеличение уже было несколько десятков раз, в 1615 году увеличение уже было несколько десятков раз. Но, тем не менее, это увеличение не позволяло увидеть детали, изображение было разнуто. Ну и второе, конечно, что мешало исследовать Вселенную, это полное отсутствие теории того, как ведет себя свет в разных средах, и как нужно обрабатывать поверхности, чтобы достичь наивысшего качества изображения, именно с пониманием того, как ведет себя свет, преломляясь или отражаясь от разных оптических поверхностей. Теории никакой не было, поэтому делали так, на глазок. Соответственно, сама по себе оптическая поверхность, она была далеко не оптической, она была такой приблизительной очень, и вы, наверное, слышали такую историю, что когда первые исследователи, в том числе и Галилео Галилей, наводились на Сатурн и видели кольца Сатурна, они не могли разобрать, что это такое, и мешал, конечно, еще и тот факт, что они, в принципе, не были знакомы с таким понятием, как кольца вокруг какой-то планеты. И хотя картинку какую-то размытую они видели, но понять, что это кольца, они не могли. Двигаемся дальше. Прорыв, первый прорыв произошел в конце 17 века, когда Исаак Ньютон разработал и реализовал на практике, во-первых, зеркальную систему, а во-вторых, абразивный метод обработки поверхностей. В чем разница? Все очень просто. Если мы с вами берем и пользуемся самым простым методом обработки поверхностей, допустим, берем одну поверхность, эту сверху накладываем другую и проводим, с силой проводим. Что у нас получается? У нас верхняя поверхность, она давит на нижнюю, и все давление с верхней поверхности на краю нижней собирается вот здесь, на маленькой площади, и, соответственно, эту площадь быстрее стачивает. А у верхней поверхности вырабатывается сердцевинка быстрее, и, соответственно, получается тут вогнутая поверхность, тут выпукла. Все хорошо, все красиво в теории. А на практике оказывается, что этот метод очень неэффективен, очень непродуктивен. У вас все нагревается, а вырабатываться не хочет. Ну и еще и ломается. Исаак Ньютон додумался добавить сюда абразивчиков, причем абразивчиков с водичкой. И оказалось, что вот эти абразивные элементики, абразивные частички, они, ударяясь о стекло, делают маленькие выколочки, маленькие выколки, куда попадает водичка, и дальше, когда вы оказываете давление второй поверхностью на первую, то у вас эта вода распирает и разрывает вашу трещинку. И эта трещина распространяется во все стороны, и, соответственно, поверхность быстрее срабатывается, причем быстрее в разы, и в некоторых случаях даже в десятки раз, если правильно абразив продрать. Так что телескопостроение начало развиваться более интенсивно, получили такое мощное оружие, и плюс ко всему примерно в то же самое время развивались первые методы контроля поверхности. То есть исследователи не на глаз уже оценивали, о, какая линзочка красивая, они уже могли получить данные о том, насколько наша линза или зеркало отклоняется от сферической, или параболической, или гиперболической даже поверхности. Методы первые, это, конечно же, теневые методы. Мы сейчас останавливаться на них не будем. Там теория очень простая, можете в интернете посмотреть. Теневые методы, в частности, метод Фуко, он на протяжении нескольких столетий, фактически до наших дней он дожил, до существовала, и любители астрономии до сих пор периодически его вспоминают, им пользуются. Хорошо очень изложена, даже не теория, а практическая часть этого метода в книжке Леонида Леонида Часикрука, телескоп, велебитель астрономии, 1981 года, выпуск. Едем дальше. Из гигантских телескопов того времени мы, конечно, отметим телескоп Вильяма Гершеля, диаметр которого достиг метра двадцать, и это в восемнадцатом веке. Человек своими руками сделал телескоп диаметром метра двадцать. То есть вас может похвастаться тем, что он способен изготовить, или хотя бы купить телескоп диаметром метра двадцать. Даже в наше время, через, считай, 250 лет, это труднодостижимо. Действительно, очень трудно. Причем не только на уровне любителей астрономии, но даже на уровне обсерватории. Трудно себе позволить телескоп диаметром метра двадцать. Но я правильно, что он мне сейчас говорит. Мы еще чуть-чуть поговорим дальше, если время позволит. Почему первые исследователи получили такой резкий скачок в диаметре? Смотрите. Значит, с 1609 по 1668 год приблизительно у нас все телескопы находились в рамках примерно вот такого диаметра. То есть 30-40 сантиметров больше построить не могли. Причем и таких телескопов было очень мало. С чем это было связано? С тем, что все телескопы были только линзовые. А линзовые телескопы при преломлении света внутри линзы, они его раскладывают в спектр. Получается хроматизм или хроматическая аберрация. И чем ваш телескоп светосильнее, то есть чем короче у него фокус, чем меньше фокус относительно диаметра, чем выше концентрация света на вашем приемнике, тем сильнее получается хроматизм. Потому что свет преломляется в линзе сильнее в этом случае. Линзы должны иметь другую степень кривизны, но более крутая должна быть. И соответственно изображение раскладывается у вас в спектр сильнее. Ну и крутые линзы труднее контролировать. Поэтому такие телескопы, они обладали очень низким качеством изображения. Исследователи и конструкторы не могли никак построить большой телескоп. И наконец, когда Исаак Ньютон разработал зеркальный телескоп, он, кстати, был не первым, параллельно с ним работал Грегори, но Грегори так и не смог реализовать свой телескоп на практике. Он так и остался у него в теории. Только Ньютон сделал на практике. И зеркальный телескоп сразу же показал, какое прекрасное может быть изображение, если зеркало у вас проконтролировано, то есть вы знаете, какое качество у него поверхности, и если у вас нет хроматизма, хроматической аберрации. Изображения сразу стали на порядок лучше, и, конечно, в то время уже никто не сомневался в существовании колец Сатурна. Открыли уже там первый десяток спутников его, и так далее, и так далее. То есть очень активно пошло все развиваться. И появилась возможность создавать крупный телескоп. Почему линзовый телескоп нельзя сделать крупный? Допустим, мы с вами научились бороться с хроматизмом. Предположим, даже в 17 веке уже первые предпосылки были, такие первые теоретические намеки. И вот мы с вами научились. Мы строим телескоп большого диаметра, допустим, метр. А в этом случае оказывается, что нам нужно каким-то образом эту линзу удерживать. И удерживая линзу за край, мы не можем удерживать ее середину. Серединка удерживается чисто самим материалом. И, соответственно, при повороте телескопа у нас вот эта масса материала в центре толстой линзы, она начинает изгибать нашу линзу. И из-за качества изображения резко падает. И все. Поэтому самым крупным линзом телескопа до наших дней... О, я на правильное место ставил слайд. Дожил вот и остался именно этот телескоп. Это 40-дюймовый Йоркский рефрактор. Он стоит в Америке, до сих пор. Встроили его в 1800... Закончили в 1897 году. У него метр и два сантиметра диаметра. И уже при таком диаметре оказывается, что не только линза прогибается, но и она становится настолько толстой, что внутри этой линзы у вас огромное поглощение света. И такие телескопы уже оказываются очень неэффективны. Но линзовые телескопы обладают одним существенным преимуществом относительно зеркальных. Дело в том, что линзовые телескопы лишены всяких оптических элементов на пути света. Вы помните, что зеркальный телескоп, это, как правило, зеркало, потом еще одно зеркало, а потом, если это профессиональный телескоп, серьезный, где нужна адаптивная оптика, какие-нибудь хитрые корректоры и так далее, у вас обязательно дальше идут системы зеркал и линз. И вот самые крупные сейчас строящиеся телескопы, у них не меньше четырех зеркал. Как правило, это в большинстве случаев. Соответственно, каждое зеркало обладает каким-то рассиянием и поглощает часть света. А здесь у вас линзы, и они напрямую строят изображение на приемнике, поэтому получается самый высший контраст именно у линзовой системы. Поэтому до диаметра где-то 30-40 см, пока у вас толщина линзы не очень большая, эти телескопы значительно превосходят зеркальные. Это так на заметку. Но по стоимости, к сожалению, тоже. Этот телескоп, кстати, интересен тем, что на него можно попасть на экскурсию и даже посмотреть у него глазом, а не периодически. Пускай представят себе телескопы уже сколько лет. Диаметр такой огромный, очень колоссальный инструмент. Наиболее приближенный к нему по характеристикам, это, конечно же, 65-сантиметровый или 26-дюймовый, как его еще называют, рефрактор, большой пулковский рефрактор. Репарационный трофейный инструмент. Очень хороший телескоп, но, к сожалению, сейчас он находится в исключительно плохих условиях. Если у этого Йоркского, у него там маленький поселочек, где живет 2000 человек, и, в общем, там каждую лампочку держат под контролем, то в Петербурге, вы, наверное, знаете, какая там печальная ситуация, сейчас застройка пулковской обсерватории. Но двигаемся дальше. А как вы думаете, какой это телескоп? Так, первая версия, еще? Ну, неужели кровь пытается вообще не знаю? Правильно. Еще варианты. Уточняем. Как это будет? Страна, вот, очень рядышком с нами, очень совсем недалеко. Буквально тут в пределах отсюда, сколько это? Отсюда, наверное, в пределах 2000 километров. Вот, в радиусе 2000 километров отсюда точно. Неужели стойно? Как? Неужели стойно? Нет. Белорусска Ленинграда? Нет. А ты? Нет. Нет. Причем все это стойно узнают. Все регулярно употребляют продукты. Ну, не все, конечно, да. Но многие из нас регулярно употребляют замечательные южные продукты из этой страны. Молдовия. Почти. Турция, Иран, Европа, Сирия. Близко. Ну что, Крым? Ирдания, Израиль. Нет. Не, наверное, Рожескар. Рожеские эмираты. Ну, не так на юг. Не так далеко на юг. Я подскажу. И вас брал Советский Союз? Грузия. Очень близко. Армения. Буквально. Армения. Совершенно верно. Это зеркальник, насколько меня есть. Энгельгарда. ЗТА. ЗТА это родственник ЗТШ. Вот так он выглядит, если подсветить его. И родственник БТА. Фактически, эти три телескопа, они строились по очень близкому проекту, по очень похожему проекту. Одним и тем же главным инженером, Дегратом Константиновичем и Анисианей. Поэтому они так похожи. И общие черты у них следующие. Это терменная конструкция, то есть зеркала держатся на стержнях. Конструкция полностью зеркальная. Здесь нет линзовых элементов. И у конструкции несколько фокусных расстояний. То есть этот телескоп не просто собирает свет в какую-то определенную точку, где стоит приемник. А у таких телескопов их несколько. От трех на ЗТА и БТА до пяти точек, куда выводится свет на ЗТШ. ЗТШ является наиболее универсальным телескопом в этом отношении. Но телескопом с наименее качественной поверхностью, потому что он был самым первым экспериментальным телескопом. Общая схема у них вот такая. Это Кассагрэн. То есть главное параболическое зеркало, вторичное, как правило, гиперболическое. Хотя есть варианты со вторичной параболой. И выход находится, как правило, за главным зеркалом. Но здесь есть разные варианты. Свет снимается на ЗТШ и у вторичного зеркала. И в центре трубы уходит два фокуса, и за трубой уходит. Поэтому получается так много вариантов. А зачем это надо? А затем, что чем больше у вас фокусных расстояний, тем больше у вас, соответственно, вариантов масштаба, то есть увеличения у телескопа. Поле зрения вы получаете самое разное. И, что очень важно, вы получаете разную светосилу, то есть разную концентрацию света на пиксел. А это дает вам возможность снимать объекты с разной экспозиции. Если вам нужно снять какой-нибудь суперслабый объект, не детально, это какая-нибудь звездочка или очень далекая галактика, вам нужно снять его однозначно, получить хотя бы два десятка фотончиков, но получить нужно. В этом случае вам нужно все эти фотоны собрать на один пиксел. Потому что если вы их распределите по нескольким пикселам, на каждом пикселе будет свой собственный шум, свой собственный фон. И эти фотончики, допустим, по пять фотонов на каждый пиксел попадет, они у вас по тону в этом шуме. А если у вас в одном пикселе будет пять электронов шума, и двадцать сверху у вас придет полезного сигнала, в этом случае есть уже шанс зарегистрировать сигнал от объекта. Поэтому нужна максимально высокая светосила, то есть концентрация света, а значит фокус должен быть наименьший, наиболее короткий, а значит снимать свет нужно вот здесь, вместо вторичного зеркала. Ну хорошо, теперь давайте поговорим про то, каким образом современной цивилизации удается сделать следующий рывок в технологиях и выйти далеко-далеко за пределы возможностей вот этих гигантов времен Советского Союза. Вот так выглядит современный телескоп, приблизительно. Это его разрез. Смотрите, большое главное зеркало собирает свет на вторичное зеркало, а со вторичного зеркала свет идет сразу на два приемника. Либо же в этот приемник он берет свет с параллельной трубочки, это не принципиально. Важно то, что приемников у вас как минимум два, а то и три, а то и четыре. И вспомогательные приемники, они во-первых занимаются автогидированием, то есть автоматическим сопровождением телескопа для того, чтобы компенсировать влияние атмосферы в отношении сдвига звезды, например рефракцией или в некоторых случаях турбулентностью или турбуленцией. Поэтому звезда у вас благодаря системе автогида остается на одном и том же пикселе и изображение у вас соответственно более резкое, более детальное становится. Но сама же звезда, она же тоже размывается турбулентностью, размывается какой-то диск, она выходит за пределы своих двух или трех пикселов, куда она должна была попасть и попадает на десяток соседних. И в этом случае у нас тоже соотношение сигнал-шум падает, детализация падает, и мы фактически уже работаем с 10-метровым телескопом, как с 5-метровым, или даже с 2-метровым. То есть очень трудно получается. Как же с этим бороться? Мы берем еще один приемник, который анализирует степень размытости звезды. Вот это очень важно. Анализ степени размытости звезды позволяет нам попытаться исправить это изображение, исправить изображение звезды, изменив форму одного из зеркал, например вот этого дополнительного зеркала. И это называется уже адаптивная оптика. То есть в современных телескопах там сразу целый ряд систем борются за качество изображения. Первое, конечно, это автогидирование, то есть часовое сопровождение обязательно. Дальше автогидирование. Потом идет активная и адаптивная оптика. И потом, возможно, всякие еще дополнительные системы. И вот активная и адаптивная оптика работают следующим образом. Ну, прежде всего, какая разница между активной и адаптивной оптикой? Активная оптика, она компенсирует гнутие трубы телескопа, гнутие отдельных элементов телескопа путем сдвига зеркал телескопа, как правило. То есть это компенсация расфокусировки в основном и, возможно, каких-то еще дефектов разъюстировки, например. Это активная система. А адаптивная, она напрямую гнет одно из зеркал конструкции телескопа таким образом, чтобы форма этого зеркала, изогнутого, компенсировала влияние турбулентности. Выглядит это вот таким образом. Смотрите, вот у нас идет свет от звездочки. Он проходит через волнующуюся атмосферу и сам становится уже волнующимся. То есть смысл какой? Вот у нас звезда. Звезда это точный источник, и от нее идет у нас вот сферическая волна во все стороны. Здесь у нас находится атмосфера. После нее волна уже идет не сферическая. У нас, как правило, несколько слоев турбулентности. Соответственно, звезда искривляется несколькими разными способами. Потом изображение попадает искривленной звезды вот сюда вот на детектор, который анализирует, компьютер анализирует, насколько она искривлена, и дает сигнал на зеркало, выпрямит звезду обратно путем искривления самой зеркала. Вот здесь ставятся пьезоактуаторы, очень быстрые элементы, которые просто мгновенно, с частотой до нескольких сотен раз в секунду, подгибают зеркало на уровне нескольких микрометров. И тем самым исправляет изображение. В результате вот сюда у нас уже приходит ровный волновый фронт, и мы строим точное изображение звезды. Это такая общая схема работы. Но есть ограничения в этой системе. Дело в том, что когда мы с вами работаем на больших полях зрения, то нам нужно брать не только одну звездочку из изображения и анализировать ее, нам нужно каким-то образом получить информацию уже про далекие части, про края поля, потому что они искривляются уже по-разному, потому что их путь проходит через разные слои нашей земной атмосферы. И чем больше у нас увеличение, тем сильнее мы начинаем ощущать вот эти все изменения. И поэтому в современных системах используется суперадаптивная оптика, можно так сказать, система лазерной коррекции. Когда несколькими лазерами, сейчас в последних системах это уже 8 лазеров, по-моему, у ЕЛТ 8 лазеров планируется. В общем, по краям нашего изображения лазеры, вот лазеры по краям телескопа стреляют, они бьют в небо, и на высотах от 90 до 100 километров дают энергию слою натрия, атомарного натрия, который там летает в атмосфере. Он начинает светиться, и в атмосфере создаются искусственные звезды по краям нашего кадра. А дальше уже система берет информацию про то, как свет от этих искусственных звезд искривляется внизу, в нижних слоях земной атмосферы, и делает на это поправку. К огромному сожалению, в России таких систем нет. Наши технологии остались вот здесь. Единственное, что у нас из более-менее современных вещей внедрено, это система активной оптики на БТА, и так называемая спекл-интерферметрия, когда мы фотографируем с очень короткой выдержкой, делаем огромное количество кадров с очень короткой выдержкой, а потом специальные программы, их складываем. Это некоторый аналог того, что делает программа Риги Стакс, и планетная съемка у современных любителей астрономии. Может быть, кто-то про это что-то знает. Вот, это тоже позволяет улучшить качество изображения, но мы не выходим на оптические пределы нашего зеркала. Мы остаемся внутри нашей атмосферы. А эта штука позволяет выйти. Дальше. Вы, наверное, уже заметили, кто особо внимательный, что главное зеркало этого телескопа, оно какое-то странное. Оно не круглое, во-первых, какое-то ибристое по краям, а во-вторых, внутри какие-то элементики видны. Это следующая стадия, которая позволяет нам тоже улучшить качество изображения, уменьшить стоимость телескопа, упростить работу с ним и так далее, которое называется сегментированное зеркало. Как эта штука работает, как она устроена и зачем мы ее придумали? Когда сделали БТА, даже немножечко раньше, чем БТА, фактически уже с конца 50-х годов, когда ввели в строй еще Маунт Палмар в Америке, уже начали задумываться над тем, что вот мы сейчас построили такие большие телескопы, 5-6 метров, и у нас получилось, что масса зеркал это уже десятки тонн, соответственно масса самой трубы это сотни тонн, соответственно масса купола это уже тысячи тонн, а дальше, как нам развиваться, то дальше в какую сторону идти? Потому что дальше нам хочется наращивать диаметры зеркала, результат это хороший получается, а нарастить не получается, это уже слишком дорого. Как выбить деньги из государства, как убедить общество в том, что нужны эти безумные миллиарды долларов, нужно что-то придумать. И вот придумали. Придумали разделять зеркало, разделять одну поверхность на сеточку из шестигранничков. Почему шестигранники? Потому что шестигранники лучше всего прилегают друг к дружке, лучше всего шестигранничками заполнять одну какую-то сферическую поверхность, с минимальными потерями. Шестигранники заполняются самыми маленькими потерями. И вот мы ее заполняем, и у нас получается, что поскольку каждый шестигранничек маленький по размеру, его можно сделать тонким, потому что рычаг получается маленький, мы его поддерживаем хорошо, и за борта держим, везде держим, и он может быть тонким. И в результате он у нас не изгибается, даже будучи тонким. И подогнав все эти зеркала одному, мы получаем одну большую идеальную поверхность. Все. Вот такая простая схема, которую начали реализовывать практически одновременно в Советском Союзе и в Америке. В Америке чуть-чуть пораньше. И изначально это был ряд сферических зеркал, которые подгонялись одно к другому, и просто пытались сконцентрировать свет со всех этих зеркал в одну точку. Первые эксперименты 50-60-х годов были неудачны. Технологию удалось реализовать где-то в 70-е годы приблизительно. В Советском Союзе эта технология развивалась в сторону создания 25-метрового телескопа. Была такая идея, чтобы американцев навсегда положить на лопатки и сделать 25-метровый телескоп. Потому что они сделали 5, мы сделали 2,6, потом сделали 6, и еще чуть-чуть, вот мы их сейчас обгоним 25-метром. Только надо научиться сегментированно делать. И первый эксперимент в этом направлении был под названием СИНТОС. Это астрономический зеркальный телескоп СИНТОС, он же СТ-1200. Его поставили в Крымской обсерватории. Представляет он собой, я, к сожалению, не успел сюда слайдов обставлять, только последний двоечник все сделал в последний вечер. И представляет он собой 7 сегментов шестиугольных по 40 сантиметров, которые подгоняются под одну круглую поверхность диаметром примерно 1,20 метра. Его сделали, получили первое изображение, отчитались, что, мол, все, супер, у нас работает. И даже научились управлять этими сегментами для того, чтобы немножечко компенсировать влияние земной атмосферы. Это была такая советская недоадаптивная оптика, потому что сегменты уже поворачивались, но еще не изгибались. То есть это как бы адаптивная, но не совсем. Почти адаптивная оптика. И, к огромному сожалению, вот на этом телескопе была поставлена жирная точка. До 25-метровой и до других экспериментов в Советский Союз не дошел. Все остальные разработки остались на уровне макетов, причем было достаточно много, достаточно интересных. А синтез остался в обсерватории под закрытым куполом. У него 30 лет он там простоял, и с этого года мы начали его восстанавливать. Есть надежда, что в каком-то виде, может быть не в изначальном виде, с шестигранными зеркалами, может быть в каком-то другом виде, но мы его запустим. В общем, это наш связь, текущий проект. Естественно, никто никого обгонять не собирается. Тут нужная задача хоть как-то догнать технологии конца 80-х годов. Ну, едем дальше. Значит, еще раз сконцентрируем все, о чем мы говорили, так, чтобы оно у нас уложилось в сознание, благодаря чему достигаются современные прорывы в астрономии. Вы же смотрите новости, да, там, вот там, увидели там что-то такое потрясающее и так далее. Это постоянно причем сейчас происходит. Во-первых, появились новые материалы, сеталы, церадуры и другие. Эти материалы начали разрабатывать еще в конце 60-х годов, уже в 70-е они активно начали появляться, и до сих пор ими пользуются, появляются новые. Но уже то, что было сделано к концу 70-х годов, достаточно для того, чтобы обеспечить потребности человечества. В чем секрет сеталы? Это стекло, но специальное стекло с рядом присадок из редкоземельных металлов и хитрой температурной многократной обработкой, которая создает, как бы, такие армирующие элементы внутри стекла, которые не дают ему играть. И при припаде температур у нас зеркало само не играет. Нет расфокусировки, нет никакой болтанки, нет изменения размеров, нет люфтов и так далее. Идеальное зеркало получается. И оно просто держит свою форму. И все. Вот очень хорошая штука. Дальше. Способы отливки заготовки. Научились отливать крупные заготовки диаметром несколько метров сразу за один прием, за один присест, без каких-то посторонних включений, без всяких там песчинок, без пузырьков, без неоднородности внутри. Научились правильно выдерживать температуру и так далее. То есть сама по себе заготовка теперь состоит из правильных материалов. И правильно эти материалы обрабатываются. Дальше. Поверхность этой заготовки тоже обрабатывается уже совершенно новыми способами. И контроль точности обработки вышел на следующий уровень. Когда мы пользуемся теневыми методами, разработанными еще там больше 200 лет назад, то мы видим разницу в кривизне разных поверхностей на зеркале. То есть видим, что зеркало у нас не обладает одной какой-то правильной поверхностью, а там есть целый ряд каких-то там волнений. Но оценить, насколько они большие, насколько они маленькие, это очень трудно в случае с методом Фуко. То есть перевести нашу замеченную нами ошибку в цифровой вид, это целая проблема. А когда мы пользуемся уже лазерной интерферометрией, то мы сразу получаем результат в цифровом виде. Мы знаем, сколько движений в станку нужно совершить при определенной температуре, используя определенные порошки и так далее, и так далее. Соответственно, мы просто задаем станку необходимый параметр, что, грубо говоря, 37 секунд проработал в таких условиях, вот на этой зоне. И потом смотрим результат. То есть гораздо точнее получается обрабатывать поверхность, гораздо быстрее. Ну, я уже не говорю про то, что появились станки с ЧПУ, позволяющие это дело контролировать очень-очень точно. Зеркально-линзовые системы. То есть помимо практики, вот эта вся практическая часть, очень продвинулась еще и теория. И в результате мы получили возможность делать очень широкоугольные системы. В этих системах ряд зеркальных линзовых элементов, стоящих друг за дружкой, компенсируют аберрации. И чем больше у вас элементов в вашем телескопе, тем больше степеней свободы. То есть тем больше разных аберраций вы можете компенсировать. И в результате вы получаете качественную картинку, и не только на маленьком поле зрения, как это было сто лет назад, но и на очень большом поле зрения, в несколько дисков Луны, или даже в несколько десятков дисков Луны. А сейчас современные телескопы способны уже с огромным увеличением увидеть целое созвездие с очень большим проницанием. И поэтому фактически стоимость наблюдения одной звезды, или секунды, стоимость секунды наблюдения одной звезды на телескопе резко снизилась. Потому что если в начале 20 века вы могли в телескоп увидеть, условно, увидеть, допустим, сразу же 100 звезд, или 200, или даже 1000 звезд, если смотрите в центр Млечного Пути, то сейчас вы можете на одном снимке получить уже 100 тысяч, 500 тысяч, или даже миллион звезд, если вы фотографируете с глубоким проницанием центра галактики. И, соответственно, миллион долларов, которые вы потратили на телескоп, делите на количество звезд, и у вас стоимость наблюдения каждой звезды получается очень низкая. И поэтому стоимость научных данных у вас тоже падает. Вот это очень важный момент. Тут сразу хочется вспомнить Илона Маска, который тоже идет по пути снижения стоимости запусков, для того, чтобы достигнуть цели. Здесь примерно то же самое. Мы получаем снижение стоимости научных данных. И, соответственно, данных получается у нас гораздо больше. При том же бюджете. Дальше. Адаптивная и активная система коррекции изображений. И важнейший элемент – высокочувствительные и многопиксельные приемники. Если мы с вами вспомним, как наблюдали астрономы, допустим, в 1897 году на этом метровом рефракторе, они брали здоровенные фотопластинки, тяжелые, стеклянные, которые можно было разбить за светитом и так далее, вставляли их в камеру, закрывали, вытаскивали защитный элемент, открывали затвор, наведя и так далее. То есть целая процедура была для того, чтобы получить один снимок. А сейчас вам даже мышкой клацать не надо. То есть вы запрограммировали, и приемник сам снимает нужное количество кадров. Телескоп сам наводится, все очень хорошо. Эффективность резко выросла. Плюс сама по себе чувствительность. Если первые фотопластинки, скажем так, 100 лет назад, они обладали чувствительностью 5 фотонов или 10 фотонов из 100 они могли принять, 90 они превращали в тепло. То есть сейчас наоборот, современные приемники принимают 90 фотонов или даже 95. Я, конечно, не говорю про наши приемники, я говорю про современные приемники, мировые. Поэтому, соответственно, эффективность работы тех же самых маленьких любительских телескопов, благодаря, допустим, китайским матрицам с Алиэкспресса, у которых чувствительность запросто за 1000 долларов вы можете купить матрицу с чувствительностью 80 фотонов из 100. Легко. Причем с охлаждением и со всеми возможными наворотами. Какие матрицы сейчас стоят в Игии? Разные, разнообразные. Начиная от древнеегипетских и заканчивая современными, в том числе и с Алиэкспресса. У нас есть разными. Другое дело, что для разных задач сейчас, соответственно, нужна разная матрица. А вот наши современные отечественные матрицы есть хорошие? Ну, скажем так, некоторые их используют. У нас их нет. А вообще в Питере делают. Я не могу сказать, насколько они хороши, потому что я в руках еще не держал. Но делаем. Ну и интерферометр. Про него мы чуть-чуть дальше поговорим. Так, что у нас еще? Полчаса есть, да? Отлично. Вот, посмотрите, какая красота. Это полировка современного зеркала. Здесь вообще нет людей. Вот посмотрите, видите, два человека сидят, пиццу жуют. Вот, это вся работа. Все остальное делает механика. Компьютер управляет станками. Станки работают. Вот, все. И человек подошел, посмотрел там, подождал смс-ку, что ему зарплата уже пришла. Ну, я шучу, конечно, да, вы понимаете. Но, тем не менее. При такой работе, где нет человека, нет шансов испортить поверхность. То есть нет возможности накрошить на нее там бублик там, ботинок грязный поставить. Они за загородкой сидят. Дальше. Есть еще такая штука, как облегчение поверхности зеркала. То есть мало того, что мы можем делать поверхность из отдельных сегментов, мы еще можем, если у нас задача там, не знаю, сделать одно цельное зеркало, не сегментированное, а цельное, то мы можем это цельное зеркало облегчить. Используется специальная сотовая структура. То есть внутри под зеркалом существуют ребра жесткости, которые удерживают это зеркало. А лишний материал просто вынимается и все. Вернее, даже не наливается туда. Поэтому получается у нас очень легкое зеркало при огромном диаметре. Самое крупное зеркало сейчас, цельное зеркало, это 8 метров. Ну, теперь мы рассмотрим несколько классических таких типичных примеров крупных телескопов. Вопрос на легкое, это цифра, можно пример какой-то сделать? Самые большие зеркала сейчас, вот это БТА, 42 тонны. Тяжелей, чем это зеркало, никого нет. Все остальные чуть-чуть полегче. Даже 10-метровые зеркала, они все легче. Ну, 8-метровые на сотов и 8-метровые цельные. Сколько в одном? Я в цифрах сейчас не назову, у меня нет информации в голове, но разница в несколько раз была. Плюс еще разные системы облегчения. В Советском Союзе, как вы понимаете, понятие облегчения было довольно условным. Сейчас оно несколько по-другому рассматривается. Так, поехали. Значит, крупнейшим, формально, крупнейшим телескопом мира является вот этот красавец, Gran Telescopio Canaris, диаметром 10 метров, с маленькими копеечками, где 36 сегментов, почти по 2 метра. Тоже шестиугольные. Практически у всех телескопов шестиугольные сегменты. Существует лишь буквально несколько вариантов с круглыми зеркалами, а с квадратными я вообще не имею. И, что очень важно, сейчас строится 25-метровый телескоп Магелланов в Америке, его должны ввести буквально через несколько лет, где-нибудь на 2022-2023 году. У него спирические зеркала. У него 7 спирических зеркал, которые одну поверхность образуют. Довольно интересная система, посмотрим, что она покажет. Обратите внимание, что стоимость этого телескопа составила 150 миллионов долларов. То есть цифра не очень-то маленькая, но и телескоп не очень маленький. А теперь смотрим на следующие два телескопа, Хобби, Эрби и САЛТ. Их стоимость одинаковая, по 26 миллионов долларов. То есть это во сколько раз у нас получается? Не в 10, но в 5 раз меньше, чем у Гранд Канарио. При практически в таком же диаметре. В чем секрет? А секрет? А если сразу у них снимки, то качество у них будет сопоставили? Идентично, да. Но у них разные задачи. И найти конкретно стыковку, то есть ту область, где их можно прям напрямую сравнивать, это не очень-то просто. Я сейчас поясню. Значит, вот этот телескоп, он является телескопом в классическом смысле этого слова. То есть это вот такая вот штука, абракадабра, на широкугольном снимке. Но по сути там два зеркала основных и куча вспомогательной оптики. То есть это телескоп, ну вот нормальный телескоп, к которому мы привыкли. Единственное, что у него такая сечественная терминная конструкция, очень легкая, правильно сделанная. А здесь внутри у вас сидит вот такая штука, которая уже меньше напоминает классический телескоп. Почему? Да потому что у нее вот эта, вот эта вещь, вот эта, она не обеспечивает движение телескопа по вертикальной оси, по склонению или по дельте. Здесь цельная конструкция, монолитная, понимаете, она просто вот единая, цельная, она не поворачивается вверх-вниз. А хорошо тогда... Но вся эта штука, как телескоп Добсона, двигается влево-вправо. Это альтезимутальная монтировка без движения по вертикали. И как же тогда, как же тогда с ним работать вообще, че это вообще такое получается? Обратите внимание на верхнюю вот эту вещь. Да, приемник. Который сидит в прямом фокусе и двигается здесь на салазках туда-сюда. И вот эти салазки, они как раз-таки позволяют фокусироваться на разных объектах по вертикали. Вверх и вниз поворачивает телескоп. И такая конструкция реально получается во много раз дешевле. Почему? Да потому что вот в этом случае вы берете дуру массой 200 тонн и эту, извините меня громадину, поворачиваете вверх-вниз. То есть вы, получается, у вас огромные нагрузки приходится. Вам нужно ставить мощный двигатель, правильные шестеренки, прецизионный там все удерживать и так далее. А здесь вы двигаете вверх-вниз вот такой маленький легкий приемничек. И все. Вот такая штука. Естественно, вы расплачиваетесь за это тем, что у вас угол обзора становится меньше. Тем, что у вас аберрации нарастают из-за того, что приемник находится не на оси. Когда на оси, у вас все в порядке, у вас все рассчитано. А тут он двигается в сторону от оси, причем на большие расстояния. Поэтому аберрации нарастают, у вас качество изображения падает. Только на оси у него будет идеальное качество изображения. Но в пять раз дешевле. Соответственно, в пять раз проще выбить деньги из налогоплательщиков. Будем так их называть. Где на той си? Один в Африке, один в Америке. Этот американский, по-моему, этот в африканский. Да. Это вообще принципу радиотелескопа в кратере? Да, в некоторой степени, да, похоже. Там тоже вот такая же конструкция, только на трос. Примерно во сколько раз падает угол обзора? Значит, этому телескопу доступно что-то в районе 70% того, что он мог бы получить, если бы у него была вот такая конструкция. Смотрите, неплохо. Очень, даже неплохо. И, 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 и. Как они выкрутились из ситуации? Они не стали ставить какой-нибудь супердорогой компенсатор вот этих вот аберраций, которые нарастают при движении приемника. А они просто стали использовать эти два телескопа для спектральных исследований. Потому что там требования качества изображения на порядок ниже, чем в случае фотометрии, когда вы на маленький писел все отправляете. И все. И мы получаем потрясающий спектральный инструмент с очень высоким качеством изображения, как для спектров, за очень маленькую стоимость. Класс, красота. Ну и едем дальше. То есть, опять-таки, мы приходим к тому, что стоимость получения спектра вот на этом телескопе и вот на этом телескопе отличается минимум пять раз. Это очень важно. Едем дальше. Кеки, пожалуй, одни из самых знаменитых телескопов Кеки, построенные в начале 80-х годов. Ну, фактически там в 90-х ввели, но в начале 80-х там уже первые эксперименты с ними проводились. Замечательно они тем, что они стоят на большой высоте, это больше 4 километров. Одни из самых высоких телескопов мира. Сейчас их обгоняет Алма на высоте 5 километров в Чили и, может быть, там еще парочка других телескопов. И поэтому они, ну, качество изображения их получается очень большое. Так, сегментов я тут что-то не нашел, сколько у них там сегментов. Ну, наверное, тоже примерно двухметровые сегменты по диаметру. Строились они не на государственные деньги, на деньги миллионера. И поэтому, соответственно, название такое, ну, очевидно. Преимущества этих телескопов, которые приводят к тому, что у них большая стоимость. Это, во-первых, то, что у них классическая схема, они все небо берут. А во-вторых, то, что здесь инфракрасные диапазоны они еще захватывают. То есть у них специальное покрытие на зеркалах, позволяющие захватить инфракрас. А почему они выцепились за инфракрасные изображения? Не только потому, что это вообще интересно, в принципе, малоизученный диапазон. Но и потому, что они сидят на высоте 4100. А на 4100 у нас с вами вся вода из атмосферы уже... Уже все, уже нет этой воды. И, соответственно, мы можем очень хорошо смотреть. Именно вода поглощает инфракрасный диапазон. Пожалуйста, красота. Но они могут конкурировать, например, с теми ожиданиями спутниками, у которых здесь инфракрасный телевизор. А вот про это мы тоже сейчас подумаем. И режим интерферамет. Изображения с этих двух телескопов могут быть сведены по оптоволокну в одно. И тогда они могут работать, как одно большое зеркало. Пусть света они собирают меньше в таком режиме, но диаметр получается очень большой. И в результате очень высокая разрешающая способность. Едем дальше. Есть возможность получить высокое разрешение еще вот таким хитрым способом. Мы берем два небольших зеркала, ставим их соосно и направляем в одну ту же точку неба. И в этом случае у нас изображение сведено из этих зеркал формирует разрешение, разрешающая способность, равную расстоянию между зеркалами. Соответственно, если вам удастся разнести их на солидное расстояние, вы получите качественное изображение. При этом используется очень простая технология. То есть простые зеркала, облегченные, из цельного пуска стекла сделаны. И стоимость получается не очень большая. 75 миллионов долларов. Самый крупный телескоп с цельным зеркалом, наравне практически с вот этим вот бинокулярным, 8,2 метра, способным работать тоже в инфракрасном диапазоне, является японский телескоп Субару Плеяду. С диаметром 8,2. Да, он стоит недалеко от этих кеков, тоже на очень большой высоте. И практически он похож на кеки, но если у кеков огромное количество сегментов, сегментированных зеркал, то здесь у вас одно зеркало. Поэтому получается дешевле. Хотя работать, конечно, с таким телескопом сложно. Можно еще разколько кеки стоили? Кеки сто пятьдесят. По-моему, сейчас посмотрим. Может сто восемьдесят? Да, сто восемьдесят. А, сто пятьдесят это Гранд Каналик. Да. Последние интереснейшие новости пришли с вот этого телескопа, Very Large Telescope. Они в последнее время занимались тем, что сводили изображения воедино со всех четырех телескопов. Раз. И достигли в этом значительных успехов. А во-вторых, то есть они делали оптический интерферомет. А во-вторых, они научились делать очень хитрую штуку, которая называется лазерная томография атмосферы для адаптивной оптики. Смысл этой штуки заключается в том, что они не просто поджигают там лазером звездочку и смотрят, что там с этой звездочкой происходит. А смысл в том, что они пытаются просканировать атмосферу лазеров на разные высоты и посмотреть, какие там сейчас конкретно есть турбулентные слои, которые вносят искажения в изображение. А мы знаем, что слои на разных высотах колеблются с разной скоростью. И если у нас есть информация про колебания на разных высотах с разной скоростью, мы можем, соответственно, наши устройства, корректирующие, подстроить еще более оптимальным образом и получить еще лучшее изображение. Проектировка происходит постоянно. Постоянно, да. В режиме онлайн-непрерыв. А самым знаменитым конкурентом на земных телескопах является замечательный телескоп Хаббл. Старичок, уже тут борода на самом деле должна быть перебешена. Но там еще у нас переносит новый. Ну, новый, да, его переносит каждый день. Каждый год переносит еще на год вперед. Дети, может быть, увидят, как он полетит наш. Ну и, собственно говоря, зачем запустили Хаббл? Затем, что изображение у нас из космоса даже при двухметровом зеркале получается более резке, чем изображение с Земли. Даже с 8-метровым зеркалом. Потому что у нас турбулентность влияет очень сильно. Вот, разница на лицо. Здесь мы видим огромное количество деталей. Можно идентифицировать этот объект как спиральную галактику. Здесь тоже можно увидеть разные вот какие-то деталюшечки мелкие. Посмотреть, что это области звездообразования. Тут мы ничего не понимаем. А это то ли звезда, то ли галактика тоже. Совершенно не очевидно. Дальше. Берем, включаем адаптивную оптику. И получаем, соответственно, вот такое качественное изображение на наземном телескопе против телескопа без адаптивной оптики. То есть вот это наземный без адаптивной оптики, это наземный с адаптивной. И мы видим, что по качеству изображение уже прям-таки стремится туда, к космосу. Уже прям заметно мы приближаемся. Потому что всякие там размытия, вот эти вот мелкие края, которые могли бы помешать изображению, здесь становятся уже очень-очень маленькие. То есть прям хорошие звездочки. Вот, пожалуйста, по Нептуну. Без адаптивной оптики и с адаптивной оптикой. Разница колоссальная, правда? А теперь давайте сравним то, что получается с адаптивной оптикой с Земли и просто без адаптивной оптики из космоса. И вот что у нас получается. Самая последняя адаптивная оптика, вот эта лазерная томография, установленная на телескопе ВЛТ, где у нас 4 8-метровых зеркала, сведенных воедино, показывает картинку лучше и детальнее, чем космический телескоп и мне Хаббла. То есть Земля побила космос. У нас сначала космос вырвался вперед с запуском Хаббла и других телескопов, а теперь Земля обогнала космос. Это удивительно. Тут взяли многими вещами, да, и количеством, но и качеством тоже. Плюс ко всему нельзя забывать, что здесь 8-метровые зеркала, здесь только 2-метровые. Но самое главное, научились полностью вычитать атмосферу. То есть здесь совершенно мы не видим никакого вклада нашей земной атмосферы. Идеальное качество изображения. Вот это потрясающе. Вот этот снимок был получен меньше месяца назад. Это самое последнее достижение человечества. И это очень здорово. Это очень круто. Но это не значит, что мы не должны запускать космический телескоп. Почему? Во-первых, потому что на Земле остаются недоступными исследованию целый ряд телекоммунитных диапазонов. Это рентгеновский. Мы его вообще не видим. Это гамма-телескоп. Мы его видим с огромным трудом по черенковскому излучению и не видим детального изображения. У нас черенковское излучение размывает картинку на несколько углублых минут. То есть вот это все будет у нас не видно. Плюс ко всему инфракрасное излучение. Как мы не боремся поднятием инструмента над уровнем моря, у нас все равно остаются поры воды в нашей атмосфере, которые все равно в далеком инфракрасе, там в диапазоне, скажем, 15, 20, 30, 40 микрометров. Вот в этом диапазоне наша атмосфера все равно блокирует излучение с космоса и нам очень-очень трудно там наблюдать, только в очень узеньком диапазоне. А это значит, что мы запросто можем что-то пропустить. Какие-нибудь там, не знаю, инопланетяне могут захотеть с нами пообщаться. Какие-нибудь, я не знаю, живые организмы, живущие где-нибудь там, могут в инфракрасном излучении что-то излучать, а мы этого не сможем увидеть. Ну и так далее, и так далее. Плюс процессы звездообразования, они тоже в инфракрасном излучении светят. Плюс планета образования, плюс поверхности самих планет, плюс разделять между собой звезду и планету тоже в инфракрасном излучении нужно. Потому что у вас в инфракрасе планета светится ярко, а звезда, скажем, там какой-нибудь голубой гигант, там Денек тот же самый, у него минимум излучения в этом диапазоне. А планета светится очень ярко, потому что планета, она отражает свет, она, соответственно, чуть нагретая, в тепловом диапазоне очень ярко светит. Вот, и разносить их очень здорово в инфракрасе. А мы не можем. Ну и так далее. К чему я это все ввел? К тому, что космос. Да, к тому, что космос имеет определенное преимущество. Вот. И вы, конечно, смотрите на эту замечательную картинку и думаете, да, ес, все, круто, у нас наземные телескопы там, они все могут, но размер вот этого кадра, вот отсюда до сюда, знаете, сколько? 7 угловых секунд. А 7 угловых секунд, извините меня, это ничто. Просто ничто. То есть мы компенсировали, полностью компенсировали турбулент с 11 серой в размере 7 угловых секунд. То есть сюда не поместится даже половинка Марса, понимаете? А гора Олимп, вот, гора Олимп все поместится, да. В момент противостояния. Ну и все, а вот соседние там горы Форсида мы уже не увидим. Полярная шапка будет уже за краем карты. То есть это не выход, это не панацея, это не вариант. Все равно мы не можем получить такое же качественное изображение на широком поле зрения. То есть мы побили телескоп Хаббл в одном пикселе этого телескопа Хаббл, понимаете? Так что вот это все, правильно сказать, что они отчитались за потраченные миллиард долларов или полмиллиарда долларов. Потому что вот все, они отчитались, да. Они это сделали, молодцы, замечательно. Он молчал, да. Но это не панацея, да. То есть вот это надо понимать, что это очень красивая картинка для отчета, но это не окончательная победа Земли над космосом. Какая разница по выдержке? А я не знаю. Я думаю, что здесь меньше выдержки. Само собой. Насколько на плене. Я не знаю. Там выдержки не было указано в статье. Поэтому не знаю. Ну хорошо. Едем дальше. Вот еще одно преимущество космического телескопа, собственно говоря, про которое мы уже поговорили. Это возможность получения широкого поля зрения и широкого поля зрения без влияния Солнца. То есть без необходимости закрывать телескоп на день, потом открывать. Вот, пожалуйста, космический телескоп Кеплер очень маленькой стоимостью. Одно метровое зеркало, простое, просто вот как банковое рение, которое непрерывно несколько лет наблюдало одну и ту же область на небе между созретьми лебедей и лирой. И открыло больше 4 тысяч экзопланет. Все. Красота. И стоимость каждой экзопланеты получается просто копеечной. И если мы сравним с наземными исследованиями, то на Земле те же самые открытия, во-первых, делались бы в разы дольше, если не в десятки раз. Во-вторых, многие из этих планет мы просто не смогли бы обнаружить из-за того, что у нас не дает возможности рассвет-закат, рассвет-закат. У нас ограничено очень время. И очень трудно увидеть экзопланетку нужное время. Ну и так далее, и так далее. Так что космос в любом случае нам нужен. В любом случае нам туда лететь, нам там работать. Никуда мы без космоса не сможем. Плюс ко всему, еще вариант гигантского телескопа. Вот такой простой. Когда мы берем наземный телескоп, берем космический телескоп, и скрещиваем их в одну большую антенну. Как это сделали? В российско-человеческом эксперименте под названием «Радиоастрон», где скрестили наш маленький 10-метровый радиотелескопчик и большие мировые инструменты. В одну антенну 350 тысяч километров диаметром. И получили наивысшее угловое разрешение в истории человечества. 8 миллионных долей угловой секунды. Это очень круто. Это лучше, чем вот здесь. В радиоспектре. В радиотелескопчике. Так. Ну и приближаясь к завершению, мы поговорим про перспективный проект строительства 39-метрового телескопа в Чили, который уже активно ведется. Чем замечательен этот невероятный телескоп? Ну, во-первых, тем, что главное зеркало у него обладает самым большим диаметром, поэтому у нас получается самое большое увеличение, детализация там и так далее, и так далее, и так далее. И представьте себе, зеркало состоит из практически 800 сегментов. 800 сегментов в одном телескопе. 800. Я... У меня просто слов нет. 800 сегментов. А делает Франция. Ну и Германия там немножко, понимаете? Не мы! А диаметр каждого сегмента? Ой, там я не помню, сколько, какой диаметр. Что-то в районе метра. Это общий, это общий. А каждый там что-то в районе метра. 0,9. 800-кисовый запустился. Да. Вот. И плюс они делают одновременно там 400 или 500 дополнительно. Просто, чтобы они лежали там на замену. Если вдруг там поторопадут. Сергей, а вы не расскажете про фантом в конце, про телескоп, который каждый год откладывают. Да, да, да. Но это, я думаю, за рамками уже эта лекция. Временно сограничить. Вот. Значит, какой тут бонус у этого телескопа? Понятно, что большой диаметр. Но инфракрасный диапазон, он захватывает прям-таки солидный кусок, там до 25-ти микрон инфракрасного диапазона. То есть он сможет очень хорошо работать по экзопланетам. Не только открывать экзопланеты, но и детально видеть поверхности экзопланет. Потому что именно поверхности экзопланет имеют максимум инфракрасного диапазона. То есть это будет шикарный, потрясающий планетарный инструмент. Плюс, ну кому не хочется увидеть поверхность экзопланет? Держу. Как здорово. Вот. Плюс, как всему, это, конечно, процессы звездообразования и планета образования. И звездообразования на самых ранних стадиях развития вот этих вот протозвездных сгустков. Это как раз его тема. И плюс, это изображение первых галактик в нашей Вселенной. В этом отношении он может попытаться проконкурировать с телескопом Джеймса Вебба диаметром 6,5 метров, о котором мы поговорим за рамками этой лекции. Потому что он тоже перекрывает кусок, значительный кусок инфракрасного диапазона, но при этом диаметра его значительно больше, чем у Джеймса Вебба. Поэтому он в этой части диапазона сможет заглянуть дальше, то есть глубже в нашу Вселенную и увидеть более ранние галактики. Вот что очень важно. Ну и тут есть адаптивная оптика, то есть какое-то зеркало. Вот это, по-моему, оно адаптивное, соответственно, качество изображения должно быть очень хорошее. Ну и плюс ко всему он стоит в Чили, где качество изображения самое лучшее. Да. На чем вот это, скажу, я в зеркало, чем же самое, как это вот? Вот это? Нет, в верхнем. Вот это? Да. А тут растяжки. А, растяжки. Это просто схема. Ну вот, собственно говоря, вот видны растяжки. Ага. А, то есть он будет закрытый же потом? Да, да, да. Он будет вот под тюрьмику, просто. Красивая штука. Так, тут очень короткое видео, буквально на одну минуточку, про то, как делают зеркала для этого телескопа. И аналогичным образом делать зеркала для Джереса Вебба. Они там очень похожи. Получается зеркало минус 110 сантиметров. Дорогие друзья, наша библиотека закрывается через 5 минут. Завтра мы работаем с 12 утра до 8 часов вечера. Будем рады встрече с вами. Ну, вы оценили, в общем, как идет работа. Человек вообще не вмешивается. Стоит и подсчитывает двумя, когда зарплата придет. А теперь смотрим, как в это же самое время, в этот же самый момент, как здесь станок обрабатывает зеркало. Так, это... У меня тут еще одна видяшка была. Ну ладно, сейчас тоже про него. Очень коротко, буквально минуту. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, ну в этот же самый момент На Изюмском заводе оптического стекла В полностью автоматическом режиме Без участия человека Готовится побить мировой рекорд По получению наиболее качественной оптической подготовки В мире Ладно, у нас нет времени смотреть полное видео Поэтому напоследок вот такая веселая картиночка По поводу того, что нас ведет в будущем По поводу перспективы Ну и всем спасибо за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...